всем привет дорогие друзьями за 300 на это первая игра в которой будет присутствовать мое лицо надеюсь это будет не последняя на самом деле решил протестировать камеру в приложении mobizen пойдет ли она при игре при обзоре так далее если будет очень хорошо с камерой то я наверное буду продолжать снимать обзор и снимать свое лицо также комментируйте вы будете видеть меня мои реакции на все что что называется попадется итак сегодня мы посмотрим игру викторина все обо всем эту игру снимал дмитрий купленов в 2018 году решил проверить свои знания получилось намного интереснее не знаю получится ли у меня интереснее и буду ли я на сей раз умным и тогда и в общем говорится это мы сейчас посмотрим как вы видите приложение достаточно аскетичная я даже сказал не совсем аскетичная очень даже красивая на фоне наверху мы видим книги старинные книги с компасом с биноклем это все говорит о том что явно будут много категорий далее ниже книг компаса и бинокля мы видим надпись красными буквами викторина все обо всем это понятное дело название нашего нашей игры приложения в которой мы будем собственно играть далее идут пять кнопок это достижение лидеры кнопка круглая большая начать оцените игру пять звездочек которые светятся постоянно и мы ввк мы ввк там я смотрел будут приложения от будут показаны конкретно те люди которые работают над созданием не только игры викторина все обо всем но и остальных игр просматривал так глазком чуть-чуть очень неплохо оценил далее далее кружочек настройки это понятное дело у нас показать все основные настройки дайте на них посмотрим так музыка звуки конечно немножечко как-то сделано слишком уж обширно ползунок музыки человек как-то такое себе показывает правильный ответ при ошибке это очень важно потому что в первой и последней обзорной игре от дивы купленова эта функция говорится было не включена или же она была как-то со временем с обновлением как говорится просмотрена включена не важно как это можно сказать ну в общем конкретно на этом интерфейсе музыка и звуки этот ползунок он явно не виден я не знаю чем это связано видимо скорее всего когда игра переходила из горизонтального горизонтальной ориентации в вертикальную пунктики музыка и звуки и этот этот самый ползуночек он несколько сместился не знаю может быть это недоработка косячок можно этим автором простить ну ладно отметь отменить и так кружочек с российским триколором это понятное дело что викторина наша на русском языке если мы нажмем на появится как говорится флаг соединенных штатов а это означает что правильно эта игра будет на английском языке но мы предпочитаем читать вопросы и не заморачиваться конечно же мы возьмем русский как говорится вариант итак какие же режимы в этой игре прошу прощения что буду постоянно переворачивать а может быть лучше так во отлично еще круто итак ну что какие же режимы у нас существует первый режим это игра на время или же классический режим далее свободная игра классика игра на время я пробовал этот режим он очень сложный там во первых вопросов перемешку это раз во вторых 15 секунд на раздумье это крайне мало но с другой стороны подумать несколько секунд можно игра на время до последнего и так что же это означает игра на время до последнего бесконечное количество вопросов по выбранной теме на каждый ответ дается 5 15 секунд 5 попыток ну не знаю что то с чем это связано ну ладно далее свободная игра до последнего здесь уже без времени здесь можно на подумать время но при этом 5 попыток видимо 5 попыток скорее всего это 5 жизни которые мы должны конечно же не истатить их все полностью ибо нам потом будет полный конец и играть дальше нам не даст возможности посмотреть что там будет дальше ну вы сами все понимаете далее выживание на время на право на ошибку в нет никакого в этом есть в этом и есть та самая сложность данной игры одна попытка 100 вопросов по выбранной теме да очень много для многих это просто покажется 100 вопросов смысле за 15 за каждой 15 секунд на один вопрос 15 секунд и 100 вопросов это каждый раз нам нужно напрягать мозг и на 15 секунд вот эти верный ответ это крайне сложно непонятно но ребят к сожалению не все вам что называется коту масленица и не нужно вот так вот все легким путем вам брать далее выживание нет права на ошибку одна попытка те же 100 вопросов но без времени вот за это я обожаю игру потому что есть игры на время есть без времени помните как в старых добрых телефонах там вот например той же nokia 3310 или же simon 35 simon 35 я видел ой я даже его в руках держал когда был маленький там были игры но по моему змей как таковой то я по моему и не видел испытаю удачу случайный режим викторины со случайным набором тематик ну посмотрим что будет дальше посмотрим что будет здесь но сегодня конечно мы уже будем идти по классике сначала мы собираем свои свободные и игру классика конечно я не гарантирую стопроцентную уверенность своих ответах посмотрите на мой интеллект сами может быть даже есть те кто будет пытаться со мной отвечать на вопросы если вы знаете ответ ребята если игра будет на интеллектуальную сферу на интеллектуальную направленность то всегда я прошу если знаете ответ пишите в комментариях правильный ответ на вопрос и знали ли вы его или вот просто чисто наугад потому что будет очень интересно посмотреть кто как разбирается в каких областях знаний силён а кто слаб но тем не менее хоть какие-то представления об этой дисциплине имеет ну в общем посмотрим итак посмотрим на свободную игру классика в кавычках итак тема викторин у нас тема викторин все разделы случайно раздел космос айти удивительное рядом биология потому что иногда бывают проблемы когда мой голос сливается с музыкой а музыка выше чем мой голос это не очень хорошо потому что я сам это замечаю поэтому нужно как минимум это стараться пресекать далее биология география химия математика и история но давайте все разделы чтобы это все как говорится не усложнять свой выбор конечно конечно от одной до четырех тем это достаточно интересный режим но лучше брать все разделы потому что хочется проверить в областях во всех всех знаний итак поехали итак немножечко опущу здесь вы видите пять жизней эти пять жизней я должен использовать до конца вернее даже так на все три вопросов нам бы желательно ответить правильно однако если у нас будут проблемы мы можем использовать одну жизнь вот желательно не все пять потому что если пятая жизнь будет что называется истрачена наша игра для этого поэтому закончится вот вы можете увидеть пять сердец и я думаю что в принципе как исчезает сердца вам это видеть не надо потому что я и так вы так все прекрасно поймете я вам так все показал итак первый вопрос я из географии моя любимая обожаю ее просто ампикабли итак река на северо-западе канада и в сша впадает в берингово море юконтон токантинс лена амазонка ну сразу отметаем два варианта это амазонка и лена лену записали в америку но как-то странно это потому что чисто русская река протекающая на азиатской части россии амазонка река южной америки так что между сша и канадой южная америка но чисто может быть воображение это конечно нет или юкон или токантинс вот мне кажется что все-таки юкон потому что это более такой канадский вариант названия реки вот токантинс это мексика токантинс какой-то вы знаете мексиканское испанское название этой реки мне кажется юкон конечно это юкон это правильный ответ мы продвигаемся дальше далее космос группировки звезд которым были даны названия от древних астрономов ммм группировки звезд которым были даны названия древних астрономов так давайте думать апогей апогей перигей название группировки звезд ну не знаю нет апогей явно нет параллакс что такое параллакс честно я не знаю орбита ну орбита группировки звезд вообще по орбите вращаются планеты и какие ж называется нафиг Звезды должны по орбите вращаться. Точно нет? Мне кажется, это созвездие. Созвездие это название звезд, группа звезд, которые соединены... Там 89 звезд, которые объединены в целое созвездие, да? Вот, давайте ответить созвездие. Да, это созвездие, безусловно. Удивительное рядом. Родина-мать. Композиционный центр памятника ансамбля героям Сталинградской битвы на Малавайевом Кургане. Одна из самых высоких статуй мира. Где она? Венея России, Албания, Мавритания. Мамаев-Курган, Сталинградская битва, одна из высоких статуй... А подождите, стоп. Композиционный центр. Вообще, конечно, вопрос достаточно с подвохом, потому что... Вроде как Мамаев-Курган и Сталинград это все чисто российские вот эти названия объектов, городов и тому подобное. Но вот все-таки здесь вопрос с подвохом содержится. Давайте ответим Россия. И если ошибемся, то это наша вина, собственно. Нет. Очень даже хорошо. Знаете, вот в таких интеллектуальных играх ты ищешь подвох там, где его нет. И это очень странно, но при этом развивает, извините меня, логику. И все это такое думаешь. Да ладно, в смысле? Каким это образом? Ну ладно. Далее. История. В правлении какой царицы ведущим архитектурным стилем в истории стала барокко? Ну давайте думать. Вот я путаю все время рокуко и барокко, потому что барокко-классицизм, в принципе, это одинаковые вековые обозначения, где-то век 17-18. Хотя классицизм чисто музыкальном сопровождении это 17-й век, а вот чисто архитектурно 18-й. Поэтому давайте думать на барокко 17-й век. Итак, в правлении какой царицы ведущим архитектурным стилем стала барокко? Ну, ребят, давайте думать логически. Екатерина первая. Что-то как-то не ладится. Вот я говорю, с историей меня очень плохо, давайте думать логически. Елизавета Петровна. Возможно, Анна Иоанновна. Возможно, Екатерина вторая. Мне кажется, обе Екатерины отметаются, потому что Екатерина первая, она раньше, чем Екатерина вторая. И явно, ну как-то с Екатеринами не связана барокко. Уж с Екатериной второй тем более, поскольку мне кажется, все-таки барокко это более такой, такой древний-древний. 17-й век все-таки. Он раньше, нежели чем классицизм. И тем более здание Эрмитажа, Зеленого дворца в Санкт-Петербурге все-таки построено в стиле а-ля классицизма. И мне кажется, при Екатерине второй стиль барокко все-таки староват. Екатерина вторая отметается. Далее Екатерина первая. Ну, может быть, потому что все-таки она чуть-чуть пораньше, постарше Екатерина второй. Но как-то сомнительно, не барокко. Это опять же 18-й век, конец 17-го, начало 18-го отпадает. Вот или Анна Иоанновна, или Екатерина Петровна. Конечно, не знаю, одной из двух я терпеть не могу такую терминологию игры под названием 50 на 50, но тем не менее. Давайте скажем Екатерина Петровна. Хе-хе, наугад. География. Какой части света относится Бенин? Ооо, ребята, вот с мелкими государствами и с наименее известными государствами у меня проблемы по географии. Вот заливы, проливы, мелкие государства. Это прямо вот просто, что называется, из чати ада. Я терпеть это не могу. И никогда это вот, ну, хоть я, конечно, и политическую карту мира знал надлично в школе, но, блин, боюсь опозориться. Ну, ладно. Тем не менее, мы для этого сюда и пришли для того, чтобы показывать все основные недостатки и учиться на своих собственных ошибках. Итак, к какой части света относится Бенин? Давайте думать. Бенин. Значит, у нас получается Южная Америка, Северная Америка, Европа, Африка. Бенин в Северной Америке, что-то я не припомню, такого государства нет. Далее. Бенин, Африка. Возможно, возможно. Почему нет? Бенин в Европе. Не припоминаю, по-моему, такого нет. Вот или Южная Америка, или Африка. Вот я не припоминаю Бенина в Южной Америке, потому что там есть Боливия, но не Бенин. И все-таки мне кажется, что Африка. Да, да. Вовремя сообразил. Айти. Разновидность транслятора. Переводит и выполняет программу с языка высокого уровня на машинный код строка за строкой. А, как это называется? Разновидность транслятора. Так, Off-Top, интерпретатор, аплет, падение. Ну, давайте думать, потому что слово транслятор, он как бы translator, translator, traductor, ну, очень понятное дело. Это все связано с переводом. Итак, переводит и выполняет программу с языка высокого уровня на машинный код. Строка за строкой. Вот эта вот строка за строкой, это является ключевым, потому что интерпретатор, по идее, это перевод и выполнение программы. То есть интерпретация с высокого уровня программы с языка высокого уровня в машинный код. Все-таки как-то вот строка за строкой меня это смущает. Off-Top. Off-Top, ну, это тупо перевод, означающий Off-Top. То есть выход из топа. Ну, такое себе. Падение. Ну, падение такое себе. Я думаю, что аплет. Ааа, все-таки интерпретатор. Вот все-таки думал, что все-таки какой-то подвох должен быть. Да, вот все-таки переводит это интерпретатор. Ну, да, ребят. Как говорится, подвох там, где мы не ждали, но тем не менее. Итак, PR-квадрат. Площадь круга. Даже думать не надо. История. Какой император стал последним правителем Западной Римской империи? Ой, май Гарабал, господи. Вот я когда-то это, вот, последним правителем, последним императором Западной Римской империи. Это конец 400, это 476 год. Эээ, когда она распалась. Это пятый век. Вот надо вспомнить, как, эээ, при каком правителе она распалась. Давайте думать. Рому и Рэм Август. Чё-то как-то нет. Века не вяжется. Тем более уж как-то странно. Вряд ли. Рому и Рэм, они до нашей эры, определённо. Одуакр. Такой Одуакр, это греческое. Он не связан с Западной Римской империей. Это явно нет. Поэтому Одуакр подать. Всё-таки Константин Первый. Ах, Рому и Август. Ну, извините. История не моя наука. В природе углекислый газ образуется во время дождя. А вот разве углекислый газ во время дождя образуется? Мне кажется, наоборот, озон образуется во время дождя. Вот выходишь на улицу, вот озоном пахнет. Или азотом. Нет, озоном, озоном. Вот выходишь после дождя, когда радуга светит. Вот выхожу постоянно. Ой. Прямо после дождя всегда всё время так пахнет хорошо. Но углекислым газом, углекислый газ это угарный газ. Явно после дождя нет. Так что нет. конечно это зон ребят ну тут 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 сто процентов учение во вселенной как учение о вселенной как о единым целом ксмология конечно безусловно туда же думать и надо аж о не ксенон и не скандий 100 процентов и не плутоний это горми да ты даже думать аж о это гео парашу по-русски сложные эфиры глицерина из жирных кислот так сложные эфиры и горицы сложный сложные эфиры глицерина жирных кислот креоскопии и коагуляции это скорее всего процессы но не сложные эфиры акцепторные свойства точно от жиры это даже думать не работ movement в войну освободить воина освободителю крупнейший в европе памятник советскому солдату в нем захоронено более семи тысячи советских воинов где он находится так в монументу воина освободителя крупнейшее европе памятник советскому солдату так нужно думать где этот советский солдат вообще воевал где сохранены 7000 воинов или филиппина германия танзания туркменистан и она не филиппина филиппина это морское государство то что вряд ли он там находился танзания африка вообще африка на какая-то она была более такой колониальной страной никаких войнах как говорится не соревновалась то что танзания как часть африки африка колониальной отпадает по тем временам явно дел когда советский союз еще был африка была явно такой такой там много колониальных империй было среди которых владела и франция мадагаскарами алжиром чем там еще тунисом марокко чем там французский язык прям правит всем как говорится танзания отпадает или германия или туркменистан тут надо думать ну знаете я бы все таки последовал от противного германия слишком очевидный ответ я бы сказал туркменистан вот чисто очевидность вот в этой игре она убийственна вот когда ты играешь и думаешь болен да что такое все время все время вот ты посчитаешь подвох а там где его нет вот это вот очень странно так что это за вещество c2 h2 это цитилен на так c8 h18 химия органическая вспоминая десятый класс он конечно был угарный но чересчур я ненавидел его так ее вернее так c8 h18 так давайте думать блин дождите не сульфита нет теосерная кислота это сто процентов нет либо пинтил либо октан давайте думать c4 это у нас метил c5 стоп c2 h5 это гексан гептан пинтан бинтан гексан наверно октан да и за c8 там восьмерка стоит поэтому это сто процентов октан так опять история сколько британских колоний существовало на территории америки в конце 18 века сейчас все историки ответят на вопросы будет считать ах ты такой поганец не знаешь историю ну ребят извините я не очень любил историю хотя почем зря и так сколько же британских колоний существовало в на территории америки в конце 18 века ну давайте думать 2 4 8 6 или 13 но я не знаю в конце 18 смотрите ребят в конце 18 так в конце 18 в конце 18 на территории америки так тогда на территории америки тот редкий случай когда я не знаю ответ на этот вопрос серьезно тут надо наугад бить 13 слишком много 2 слишком мало нужно сетки выбирать вот связанные число 4 с британскими колониями либо число 6 хотя подождите британские колонии также вспомним уэс шотландия ты там еще ладно он скажет 413 обалдеть ну ладно математика ученый написавший математические начало натуральной философии также он заложил основы дифференциального и интегрального исчислений и ола пала математические начало натуральной философии что-то прям очень знакомо это не гамильтона не уайлс либо либо до ламбер либо ньютон он скажем ньютон на хух правильно так 14 вопрос года корейской войны откуда мне знать когда как произошла корейская война откуда блин вот опять история но что же это такое а нет были же географиями побольше не не история мы тебя получим 300 обязательно получим на тут опять наугад набить и причем вот эти вот год они прям близко расположены 48 49 49 51 50 53 55 60 и по какой мне фиг знать когда она произошла здесь может подойти любой вариант абсолютно ладно я бы сказал 50 53 но я очень не уверен в ответе да ладно 50 53 угадал офигеть так география какой части света относится ли 100 а и 100 а этих чуть-чуть утерти стоп сейчас нажал сейчас бы нажал или европы или азии выбы посчитал ну ладно африка до безусловно мужа речь 16 вопрос так самые жизнестойкие из семян зерна арктического люпина они могут произрастать после того как пролежали вечными за 10 тысяч лет но мы да на безусловно к но это Да вообще. Но это, ребята, дарила дураков вопрос. Калий, конечно. Так. Научный метод, состоящий в замене одних объектов другими, в каком-то смысле близкими к скотам, но более простыми... Так, замене объ... Подождите. Стоп, еще раз. Научный метод, состоящий в замене одних объектов другими. В каком-то смысле близкими к скотам, но более простыми. Так. Ну матрица нет, секунда нет. Касательная нет. Аппроф aptemats. Да. Так. Сколько мембран содержит оболочка ядра? Подождите, стоп. Сколько мембран содержит оболочка ядра? Давайте думать. Одна мембрана, две мембраны, три мембраны или пять мембран. Давайте думать. Потому что ядро, как я понимаю, это либо полукруглое такое... Серёдочное полукружие, такая сфера, скажем так, полусфера. Либо там таится вторая полусфера у простейших, и тогда бы я сказал две мембраны. Но поскольку всё-таки ядро, а одноклеточные и вот эти вот простейшие, это одноклеточные царства, мне кажется, что всё-таки либо... Мне кажется, всё-таки один. Раз уж одно ядро, одна клетка, то значит и одного мембрана, по идее, да? Давайте один скажем. Вот я и чувствовал подвох. Вот думал, что всё-таки два, потому что там всё-таки по-любому должно быть... Да, поражение мне тут назначено, угу, конечно. Ладно, давайте поиграем в режим на время, где просто нужно бегать глазами. Наверное, вы сами можете прочитать. И посмотрим, на сколько вопросов ответили вы. Кстати, скачайте игру и напишите в комментариях. Если вы сейчас играете в режим «Всё обо всём», вернее, в «Всё обо всём», то, пожалуйста, напишите в комментариях, на сколько вопросов вы ответили. И какие вопросы вам показались сложными. И почему. Причём, не знаю, почему так. Ну ладно, посмотрим. Итак, продолжить. Все разделы. Итак, чей-то флаг. Ни Латвия, ни Ливия. Да ёкар, я хотел зомби нажать. Ну, ладно. Какой часть из этого относится Болгария? К Европе. Вот это синий гал. Да. Так, чей-то флаг. Это Пакистан, по-моему. Да. Вон, в котором крымские татары разорили Москву. Так. Не знаю. Не знал. Собственное имя любого болота заболоченного места. Гелоним. Или Гелоним. Нанджамена, столица Чада. Это я точно знаю. У меня находится Пизанская башня. В Италии. Ну я говорю, что-то здесь не так. Ладно. Дата официального утверждения Михаила Романова на царство. Блин. Далее эти. Поганцы какие. Ну ладно. 20 августа будет. 11 июля. Замечательно. Прибор для вычерчивания дуг окружности линейных измерений. Церковь. БК. Беркли. Да. За сколько лет Германия планировала добиться победы над советской армией? Вот не удивлюсь, если за один год. Вот это будет вообще просто прокрастинация высшего уровня. Я же сказал, прокрастинаторы самые, что ни на есть, настоящие. Когда перестройка начала реализовываться на практике в СССР. Так, перестройка. Эпоха перестройки. Март 85-го. Ес. Хорошо. Так. Лусака столица. Эээ. Не Португалия, не Джибути. Либо Замби, либо Сан-Люсия. Господи. Замби. Есть. Так. 12 вопрос из 30. Так. Ин. Индий. Думать не надо. Так. Дальше. Первым президентом СССР был. Первым президентом СССР. Единственным Горбачев. Ват? В смысле? Ну ладно. Без воды лишенники не проявляют признаков жизни. Однако получать влага снова отживает. Ват? 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 Хотя, с другой стороны, если Вспомнить себя, по-моему, в два года У меня как раз-таки появились коленные чашечки Хотя, ладно Это была, ребята, викторина Все обо всем и первое мое изображение И первой моей реакции Вместе с моим лицом Если вам нравится такой формат видео Обзор новых Как говорится, ништяков Связанных с Мозговыми косточками Мозговыми нейрончиками Амазончиками, фрегончиками Фургончиками и тому подобное В общем, пишите в комментариях Хотите ли вы продолжение Игры викторина Все обо всем, где я буду проходить Разные, что называется, режимы Может быть, даже доходить до Саундшни, но есть высокого просто потенциала Где мы чуть-чуть не натянули, но вот этот Горбачев треклятый, который Ельцин почему-то Ладно Нажимаешь? Ага Ладно, ребят, всем большое спасибо за просмотр Это была игра Викторина Все обо всем Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Комментируйте А также пишите в комментариях Обзоры на какие бы игры Для меня У-ви-деть Всем большое спасибо И, конечно же Пишите в комментариях Хотите ли вы Видеть Дальнейшие Обзоры С моей Лицом Будет очень интересно На это посмотреть Всем большое спасибо Будьте здоровы Будьте счастливы Не болейте Всего доброго Увидимся Пока Субтитры сделал DimaTorzok